В центре Тбилиси на одной из улочек, близ горы Раздумий, Пикрисгора, находится дом, который в Грузии знают все. Здесь живут Софико Чаурели и ее супруг, актер и известный спортивный комментатор Коте Махарадзе. Стены этого дома таят массу историй и о том, как его строили родители Софико, мать великая актриса, Верико Анджапаридзе и отец Михаил Чаурели, любимый кинорежиссер Сталина, и о том, как Софико стала гордостью Грузии, и о том, как весь Тбилиси обсуждал роман Софико и Коте. Сегодня я ей дарю двухмесячного медвежонка, которую нашли в горах с Ваняти и привезли мне специально к этому дню. Лучшего подарка я для нее придумать не смог. Юбиляр Софья Михайловна с раннего утра принимает поздравления друзей. Да. Алло. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так или иначе, все на моих плечах. Несмотря на то, что Коте художественный руководитель театра, но он мозг, я это много раз говорила, он мозг, а я рабочая сила. Вот вся организационная сторона этого дела, в общем, лежит на мне. Ни молочная ванна, ни шампанский душ, никакие массажи, педикюрши, маникюрши, там, ничего, никогда. Сергей Параджанов назвал эту блистательную актрису своим талисманом. Согода творческой деятельности Колбатони Софико сыграла в театре и кино более ста ролей. Ее мечта – построить вместе с Коте Махарадзе театр. Мы с протянутой рукой ходим с Коте и собираем деньги. Мы надеемся на то, что нам помогут. Мы актеры, это наша профессия такая, что мы существуем для зрителей, мы для них играем. Без зрителя наше искусство – ноль. И что я могу сказать? Я чувствую, вы знаете, эту любовь везде. Везде. И вот это я боюсь об этом говорить, но я в этом счастлива. Все познается в сравнении, уверена Софья Михайловна. Традиционный грузинский тост «За мир» всегда и казался банальным, а теперь эти слова звучат по-другому. Оказывается, самое главное, чтобы в доме был мир.